В двери глазок. И на любой звонок бросает взгляд изнутри настороженно. Жаль, видно мало, человек без ног, какой-то Франц осанкой пижона. Все, на цепочку, поворот ключа, пока не поздно, надо к телефону. Вот хорошо бы завтра и в печать, мол, задержал таких-то из притона. А может, это ищет кто своих? Горгаз Энергия или мало ли кто там? Позвонишь, скажет, ненормальный псих, а то и обзовут еще Мельтоном. Что за глазок? Экран бы надо вставить, но год прошел, герой уже в тюрьме. Глазок в дверях на выверт душу давит, но смотрит на него и из-за вне. И вот что ходит тихо в коридоре, глазку таясь дурманища прилип. Здесь для него все, кто не есть, все воры, а он владыка хоть на час калив. Но мало видно. Вот один считает, задумался о чем. Кабы узнать, разоблачить, скрутить на бросившейся стае. А, так-то вас, и всюду мать на мать. Их, кабы всех под опытом наркоза. Еще бы лучше, электрод в мозги. Так, небольшую черную занозу. Всех отключил звонком? Спокойно, спи. Всех под колпак, под видящие око. До сена всех под номером, под код. Стоп, не спеши, придет и это к сроку. Всем будут цифры, как тавро на скот. Да нет, мне скажут, это сказки, байки. Потому что бокал пащить, обмануть. Но он знает, за хлеб, за жизненную пайку, все примут пряник или даже кнут. Идет эксперимент по всей планете. Надзор и слежка. Да и как не быть? Преступники теперь почти что дети. Все под контролем, что нам есть и пить. На что живешь, а может, непосредством отгрохал дом, машину и жену? Разоблачить, судить, под прессом в прессу, конфисковать скорее все в казну. Глазок, как пиковый, упираясь взглядом холодных, не мигающих. Ну что же, молюсь из-за него, то брат за дверью рядом. Он также немощен и на меня похожий. Такая должность, говорят глаза, таким трудом и я, добыча хлеба. Всю жизнь теперь открыта, как вокзал. Но мысль свободная принадлежит лишь небу. 4 апреля 1986 год. Тюрьма, город Барнаул. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова